Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. В этом году из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений она прошла в новом формате по видеоконференц-связи с элементами прямой линии. Вопросы главе государства задавали журналисты и жители России. Уровень безработицы у нас был в начале года 4,7%, а сейчас, как вы знаете, он подрос до 6,3%. Но об этом наверняка еще будем говорить. И пока аккредитованные журналисты задают свои вопросы первому лицу государства в специально оборудованных аудиториях с соблюдением всех эпидемиологических мер, остальные граждане прильнули к экранам телевизоров, в том числе и первые лица Ненецкого округа. Когда были вопросы о ковиде, они не касались нашего конкретно региона, но для меня это сигнал, чтобы мы дополнительно проверили выплаты врачам, качество СИЗов, которые поставляются в лечебные учреждения. То есть все это станет на повестку уже в ближайшие дни. Ежегодная пресс-конференция поднимает острые для жителей страны проблемы. В этом году без массовых праздников остаются самые маленькие граждане России. Эта несправедливость будет компенсирована. Ну и в заключении, конечно, вот эта информация, которую сказал президент о том, что все семьи, в которых есть дети до 7 лет, получат выплаты по 5 тысяч на каждого ребенка. Но это по-настоящему новогодний подарок для всех семей, в которых есть дети до 7 лет. Мне очень понравилась позиция президента, когда он сказал, что главный принцип, универсальный принцип, который он руководствуется в своих действиях, это то, что полезно для страны, то и нужно делать. Депутаты окружного парламента тоже не остались в стороне от важного события. Трансляцию пресс-конференции они смотрели в кабинете председателя собрания. Задается вектор. Вот какой-то практический вектор в решении тех злободненных задач, тех вопросов, которые простых, сложных, те, которые действительно волнуют людей. И они, наверное, являются общей составляющей для того, чтобы мы могли с общих позиций совместно решать те задачи, которые стоят перед нашей большой стороной. Депутат окружного собрания Наталья Кордакова подготовила ряд вопросов президенту, которые направила на специальный портал. Все они основаны на самых частых обращениях жителей округа. То, что касается регистрации браков на селе. У нас было обращение от собрания депутатов правительства о том, что необходимо, чтобы удаленно можно было делать это в сельских населенных пунктах. Но на сегодняшний день вопрос так и не решен. То есть, если молодые люди захотят зарегистрировать брак, они могут через МФЦ подать заявление, а на регистрацию должны приехать сюда. Также в список вошел вопрос о бесплатном зубопротезировании пенсионеров, распространении федеральных мер поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока на территории Арктической зоны, изменение сроков рассмотрения накопления отходов в труднодоступных населенных пунктах Арктики, увеличив их до 36 месяцев. Возникают вопросы непосредственно по вывозу этих отходов, а там всего 11 месяцев. Мы обращались в дни Совета Федерации, дни на Совете Федерации, когда были, поднимали этот вопрос, чтобы увеличили с 11 месяцев до 36 хранения. И второе, это чтобы федеральные средства предоставлялись на приобретение локальных установок. Новый формат, в котором проходит пресс-конференция, когда возможность задать вопросы главе имеют не только журналисты, но и жители страны, помогают понять проблемы населения. Поставлены задачи, которые необходимо решать, в том числе и органам государственной власти. Для меня это очень важно, потому что, как представителю Общероссийского народного фронта в Ненецком автономном округе, именно ОНФ будет вести контроль за теми поручениями, которые даст президент по итогам пресс-конференции. В этом году большая пресс-конференция длилась 4 часа 29 минут. За это время глава государства успел ответить на 60 вопросов, включая вопросы представителей СМИ и поступившие в колл-центр обращений от граждан. Ольга Русул, Вадим Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.